Мы долго думали над подводкой к этому ролику, однако совсем позабыли о номинациях на нашем канале. Так вот, сегодняшний гость удостаивается премией «Первый негр» на канале «Очень плохая музыка». Встречайте, Найт Лавел. Ночной Лавелас родом из Канады, а именно Отавы. Географически это недалеко от Мурманска. Именно поэтому в дальнейшем Лавел будет питать большую любовь к России. Но до вечернего любовника нужно еще дожить, а пока мы имеем типичного замкнутого подростка под именем Шармар Пол, который познал весь дзен фразы «Рожденный бегать пизды не получает» и хотел стать олимпийским чемпионом в этом виде спорта. Однако мировая слава, громкие газетные заголовки и большое число фанаток обошли нашего дарк-дружочка страной, и он предпочел всему этому битмейкерство. Выпускал свои инструменталы под псевдонимом Kill'n'Au и успел даже дропнуть сборник I'll Be Back, все треки из которого различаются ровным счетом ничем. Все они это унылый флоу под какой-то спокойный инструментал с невыдающимся текстом. Что-то выделять из этого было бы извращением, но мы выделим. Тречок с говорящим названием «Куда мы идем» или «Ебаный Яндекс.Навигатор» содержит некую загадку, которую Найт Лавелл сохраняет до конца трека и не говорит разгадку. Мы, конечно же, не такие жадные, как он, а поэтому раскроем вам секрет. МС Загадка читает здесь о некой девушке, с которой он отказывается делиться увиденным, ибо хуй, что эти бабы понимают вообще. Но это был лютый 2014, поэтому мы его не осуждаем. Далее наш Сниггерс уже официально становится Найт Лавеллом. Если разобраться в сути никнейма, то Найт здесь, потому что именно во время Найта лавеллась буквально лайф, это мы еще со смешариков помним. Ну а Лавелл это так называемый «Сионейм», ну или «Очество его Фазера». Ладно, достаточно фактологии, переходим к привычной субъективщине. В этом же году выходит полноценный альбом «Концепт Вог». Если прошлый релиз по своей сути содержал просто плоды битмейкерской деятельности Лавелла, то «Концепт Вог» уже достаточно плотно залетел в разные чарты клауд-рэпа. А трек «Дарк Лайд» до сих пор является самым популярным на Джениусе. Собственно, начнем мы не с него, а пойдем по порядку. Трек с оригинальным названием «Концепт Вог». Если вдуматься в глубинный смысл, попытаться пронести всю боль сквозь микротрещины своего головного мозга, то нихуя не получится понять. Вот так вот, а вы чего ждали? Сам Лавелл отзывается об этом альбоме как о том, что цепляет тебя своим холодным звучанием и невероятно мрачным флоу. Поэтому не стоит здесь ожидать лютого посыла, это скорее солянка из воебонов и жизненных уроков, который извлек для себя 17-летний гений мысли. В треке «Беннет» мне даже удалось усмотреть некий посыл. Правда, по-детски наивный. Но кто из нас не представлял себя конченным Гриффитом из Берсерка? Здесь ведется повествование о некой цели. Для Лавелла таковой стали деньги. И весь смысл заключается в том, что тебе должно быть похуй на все, иди к цели, давай-давай, нападай, рви ее в клочью, сука, никаких чувств, никаких эмоций, будь Томасом Шелби, блять. Так-то оно так, но если тебе 14 лет и тебя бросила девушка, иначе вся эта мотивация звучит на одном уровне с видеороликами Игоря Войтенко. Однако здесь вновь чудесным образом тебя цепляет это холодное звучание. Словили вайп, да? Никакого кринжа, только чил. Ух ты, здесь у нас подборка того, что классно звучит, ибо текстовая составляющая у каждого трека не блещет своей оригинальностью. Зачастую здесь, если ниггер, то фейк, если сучка, то оприходованная Лавеллом. Если учитывать его замкнутый лайфстайл в этом периоде жизни, по его же, блять, словам. То в это, ну, очень слабо верится. Вся эта прелюдия была подводкой к треку Forget About Me. Поэтому не судите строго, плиз. Первый раз светных разбираем. В треке D'Ara City Center есть несколько незначительных подвязочек. Помимо рассказов про то, какой наш сумрачный любвеобилис пиздатый, конечно же, стартует мысля самого названия, которая отсылает к Дубаю и Лухари Лайфу, соответственно. Далее все разгоняется в самом треке. Мол, ребята, ебашьте и будет вам счастье и богатство. Но это все поверхностно и скучно. Я бы еще притянул здесь тему свобода, которая раскрывается в личной независимости от чего-то или кого-то. Но это остается лишь догадками, за которые вы мне ничего не сделаете. Это вы в жизни все такие смелые, а в интернете жметесь сразу, сынки, блять. Ну и завершающей гениальной темой этого трека, несомненно, является вставка про кинзу. Ну вот, мы постепенно и не спеша подошли к главному треку сия релиза, Dark Light. Если вы подумали, что в самом популярном треке будет глубокий текст, то у меня к вам насущный вопрос. Почему инстасамка до сих пор в чарте ВК, а не на своей законной кухне? Ну а если не серьезно, то здесь буквально передоз всех тех стереотипов, которые любят придумывать стрички для ребят этого возраста. Не спорю, на любую музыку есть свой слушатель. И скорее всего, этот трек даже кому-то помог выбраться из комы и пару раз излечиться от рака. Но меня, как серьезного критика с 18 тысячами подписчиков, подобное не возбуждает. Но это относится лишь к текстовой составляющей. Как я и говорил ранее, проблем со звучанием и флоу вообще нет. Что на самом деле удивительно, если сравнивать ранние треки Суисайда, Бонса и прочих типов, с релизом Concept Nothing, то в масштабе этой пропасти спокойно уместится весь СМР контент на ютубе. В хорошем смысле, естественно. Приобретя немалую популярность, было бы логично крутить свое имя. Частенько выпуская сольники и фиты с артистами калибра Эльдара Джарахова. Однако наша любимая ночнушка пропала к хуям на два года. Вернулся он в дёрте рэп гейм только в 16-м году, с альбомом «Красная мелодия подростков», постепав тем самым фемок, естественно. На самом деле история названия куда более трагичная. Красный – это любимый цвет одного из фанатов Лавелла, который к тому времени покинул наш свет. На самом деле это грустно все, но мы не опускаем руки и продолжаем. А продолжаем мы треком, который называется «Boy Red» и опять грустим. Но если вы вдруг подумали, что здесь будет какая-то трогательная лирическая история, то выкиньте эти мысли к хуям подальше. Настоящие ниггеры никогда не поддаются плаксивым порывам и начинают трек со слов о том, что у них так, ну прям так много денег, что ими можно даже потираться. И дальше вся эта максимально клишированная история продолжается на протяжении всего трека. «Дерьмо, мои ниггеры, не лезь к нам, мы разорвем твое очко». Но я думаю, что вы уже наизусть запомнили подобные мотивы и ни капли не сомневаетесь в их правдивости. Ну вот мы наконец-то дождались хотя бы капли человеческого в этих гангстерских поэмах. Трек «I am ok» даже своим названием говорит, что «не очень-то и окей». Лавелл здесь ведает историю о бывшей девушке и буквально весь трек извиняется перед ней. «Дорогая, любимая, самая лучшая, прости...» «Позвони, я замучился, прошу тебя за...» Ну и все прочие знакомые всем фразочки. Мы не осуждаем ниггерса за подобные высказывания, ибо кто из нас так не делал? Ну лично я не делал, конечно. Следующий трек, который я выделю, называется «Барби до... Арбидол, короче». Мне бы, конечно, хотелось рассказать о чем он, помимо тачек, сучек, пачек, но я понял ровным счетом нихуя, ибо на просторах Рунета нет ни одного нормального перевода. Понимаю, хочется сильно осудить меня, но дважды подумайте перед этим, ведь я такой же человек, как и вы. Поэтому просто сконцентрируем наше внимание на прекрасном звучании сия композиция. Типичные для данного музыканта холодные биты, и похуй, что это значит, разбавляются достаточно ванильными клэпами и такими же сладкими фортепиано. На выходе получается хороший, завлекающий слушателя звук, который вдобавок разбавляется грубыми нотками голоса исполнителя. Ну и самым популярным на альбоме стал трек «Steel Cold», где Лавел говорит нам, что он все так же пиздат. Из-за некоторого затишья в два года остальные рэперы подумали, что этот сынок больше не составит им конкуренцию, однако сильно облажались, сделав поспешные выводы. Ну и также по классике трек, набит историями про Real Gangsta Life, Fucked Bitches, Eat Only Fruits, and Sleep A Lot, короче. Казалось бы, вот сейчас Лавел начнет искрометно дропать релиз за релизом после большого успеха, но он опять объявился лишь через три года. Смешно? Ну не сказал бы. В девятнадцатом году выходит альбом «Good Night Love L», где происходит некая игра слов названия, объяснять которую было бы оскорблением для каждого лингвиста, смотрящего данный ролик. Поэтому мы лучше процитируем концепцию данного альбома. Лавел здесь как будто в каждом треке и слип, и все происходящее там является сновидением. Просыпается он лишь на последнем треке, в охуях от запруженной кровати. Открывается я релиз трек под названием «Mary Jane». По классике цельной последовательности действий в этом тексте мы не находим. Но как подлинные ценители мы можем подумать, что Лавел сравнивает какую-то девушку с Мэри Джейн, мол он сам весь такой челпук. И сразу же идем нахуй с подобной теорией, так как к припеве видим строчку «Mary Jane я тебя не люблю». Далее мои попытки оправдать текст будут выглядеть лишь как попытка притянуть то, чего нет. Но по факту это очередной трек, дабы рассказать всем, какой наш любовник начни крутой. Из достойного лишь пару шуток про мамок. Продолжаем киношную тему треком под названием «Бамбл Би», где Лавел сравнивает себя с ним. По описанию человека, который смотрел всех трансформеров, Бамбл Би в первую очередь духовитый парень с незаурядным положением в обществе. Ну, свой в доску тип, понимаете. Также в тексте присутствует некая последовательность, что на самом деле редкость, где некая самка просто хотела литлбит кокса, а по итогу Лавел повел ее в какую-то пещеру, ну и завязалась, закрутилась, сами понимаете. По итогу получились такие хорошие и здравые биполярные отношения, где они то ненавидят друг друга, то преследуют. Короче, типикал рашн лайфстайл. Завершаем нашу киношную лавсторию неожиданной и спонтанно, треком Joan of Arc, или в русском варианте Жо с Бушидо Жо. После такого глубокого в плане текста трека Бамбл Би, мы снова получаем классическую блэк поэзию о дерьме, сучках, тачках, пачках. Но в этот раз к ночному рандеву на огонек залетел мальчишник на грани срыва и также прогнал свою классическую темку о драксах. Как бы странно не звучало, но это уже классика жанра. Завершаем сегодняшнее радиовещание альбомом «Просто скажи, что тебя это мало волнует». Трек «Йорма за факер» уже давно облюбовали все эти ваши автозвукеры, ибо басики здесь выступают в роли газиков, то есть дают в носик. По поводу текста я уже устал придумывать какие-то рафляны, просто скажу, что там именно то, о чем вы подумали. В треке «Снизу доверху» Найт Лавелл показывает всю глубину своего широкого ума и выплескивает ее в отсылке на трек «Оксимирона» Стэн, сравнивая того самого Стэна с фанатом. Также не забывает упомянуть о том, что ворует ваших сучек, чтобы они облизывали его снизу доверху. Не знаю, кому подобное увлечение нравится, но, видимо, Найт Лавелл идентифицирует себя со сладкой... Ну а если вы в очередной раз задумались о том, что мы вас крупно наебываем, и название этого ролика очередной кликбейт, то за кого вы вообще нас принимаете? На секундочку, все упоминания, сравнения и появление данного персонажа на нашем канале неспроста. В наших головах уже давно зреет Шиза теория, которую придерживается и сам Чипенкос. Ну а в качестве сравнения приведем всего пару неопровержимых фактов, которые буквально повергнут вас в шок. Приготовьтесь. Во-первых, так называемый гангстерский опыт, о котором они читают, явно является фейк-повесткой, ибо один из дома не выходил, а второй просто родился не там. Во-вторых, именно Чипенкос устраивал концерты американским рэп-звездам, с его слов, конечно же. Поэтому вероятность того, что Лавелл оказался на одном из таких концертов, крайне высока. Ну и заключительный аккорд прозвучит для вас как выстрел. Не пугайтесь, но данная фотография была слита в самые глубины Дарк Веба. Мы не делаем никаких выводов, но он напрашивается сам. Все эти рэперы, которых мы сравниваем с Чипенкосом, являются ничем иным, как... его проектами. Одумайтесь, пока не поздно. Ну и в самом популярном треке с этого релиза под названием «Элон», Лавелл снова проповедует мыслю о сверхнигере, который ничего не чувствует, никогда не показывает свои эмоции, но это лишь со стороны. Внутри этой машины сидит маленький Чипенкосик, который подумывает о том, что это все ему уже надоело, и ищет повода покинуть этот свет. Коллективно верим, конечно же. Вот и подошел к концу наш тел-блог о Найт Лавеле, до того, как он был известен. Хоть и как текстовик он далеко не за май, однако, как я уже много раз говорил на протяжении всего ролика, Лавелл берет своим звучанием, которое как раз-таки и вызывает те самые эмоции у людей, поборовших свой недуг только лишь благодаря 10-часовой терапии ночным рандеву. Ну а с вами, как всегда, была очень плохая музыка. Поздравляем всех с днем открывания банки пива. До скорого.